В 2012 году по итогам надзорной деятельности прокуратуры Свердловской области отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие. Вместе с тем прокурорами выявлено и поставлено на учет около 5000 преступлений, которые пытались скрыть. Это составляет 8,5% от числа возбужденных уголовных дел. За нарушение в сфере учета и регистрации преступлений привлечено к дисциплинарной ответственности более 1500 должностных лиц. Возбуждено 7 уголовных дел в отношении сотрудников полиции. Благодаря повышению уровня прокурорской работы в надзоре за следствием существенно повышено его качество. В 2012 году судами возвращено для доследования на 40% меньше уголовных дел, чем в 2011. В два раза снизилось число реабилитирующих решений судов. Это позволяет говорить о лучшей подготовке уголовных дел к судебной стадии. Вместе с тем по большей части скрытыми остаются преступления, связанные с коррупцией. Число зарегистрированных преступлений явно далеко от реального уровня. При том, что всего за год в области пресечено 179 фактов получения взяток. Количество выявленных фактов превышения должностных полномочий выросло на треть. А количество пресечения корыстных злоупотреблений полномочиями на 17%. Особое внимание в текущем году я предлагаю уделить внимание возмещению ущерба, причиненному преступлению. Об этом говорил Иванович на совещании. Необходимо по каждому коррупционному составу ориентировать суды на применение конфискации имущества подсудимого. Активизировать выявление преступлений, совершенных группами, организованных в крупном, особо крупном размере. Слегка улучшилась ситуация с правами участников долевого строительства. Благодаря вмешательству прокуратуры многие дома удалось достроить. Остается тяжелая ситуация с задолженностью по зарплате на предприятиях-банкротах. Проблема решается постепенно. Благодаря системной планомерной работе в 2012 году мерами прокурорского реагирования удалось добиться полного погашения задолженности по оплате труда более чем на 30 предприятиях области. На сумму более 250 миллионов рублей. В том числе ООО «Оплик» было погашено 24 миллиона рублей, ООО «Нигмос» 30 миллионов рублей, ИЗАО «Уралгидромаш» 64 миллиона рублей. Но несмотря на эти статистические показатели, коренного изменения в состоянии законности в указанной сфере не произошло. Об этом свидетельствует полумиллиардная задолженность по заработной плате. Вынужден констатировать, что несмотря на то, что подавляющее большинство предприятий, даже должников, являются банкротами, оценка действий конкурсных управляющих прокурорами практически не дается. В прошлом году, как сказал уже прокурор области, вопрос об административной ответственности поставлен лишь в отношении двух арбитражных управляющих, нарушивших требования федерального закона о банкротстве. Это для области недопустимая малая цифра, которая не отражает реального состояния законности в данном секторе правоотношения. Наиболее крупными предприятиями, имеющими задолженность по заработной плате, остаются Уральский мясокомбинат более 49 миллионов рублей, Зеленкамень 47 миллионов рублей, Кушинский электромеханический завод. Прокурорам соответствующих территорий необходимо в текущем году пересмотреть отношение к указанному виду надзора, работу настроить на достижение результата, а именно полное погашение задолженности. Продолжает оставаться одной из важнейших темы декриминализации жилищно-коммунального хозяйства. В минувшем году органами прокуратуры Свердловской области направлено 600 заявлений в суды, связанных с правонарушениями в сфере ЖКХ. По материалам прокурорских проверок возбуждено 32 уголовных дела. Приняты меры к побуждению муниципалитетов составить программы энергосбережения, схемы теплоснабжения, топливно-энергетические балансы, а также соблюдать стандарты раскрытия информации в этой сфере. Вместе с тем в области сохраняется задолженность предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. На конец года ее сумма составляла 5 миллиардов рублей. В прошлом году нами проведен детальный анализ структуры этой задолженности. Установлено, что значительная ее часть, а именно 3 миллиарда рублей, образовалась из-за так называемой межтарифной разницы. В связи с этим в августе 2012 года губернатору, прокурору области, было внесено представление с требованием предусмотреть погашение межтарифной разницы в бюджете Свердловской области. В исполнении требований прокурора правительством области в настоящее время разработаны два законопроекта, которые изучены и уже согласованы в прокуратуре области. В ближайшее время они должны быть вынесены для рассмотрения в законодательном собрании. Еще одна часть задолженности вот этих 5 миллиардов, около 500 миллионов, это неправомерное расходование денежных средств управляющими компаниями. В связи с этим в 2012 году прокуратурой области проведен комплекс мероприятий, направленных на дачу оценки законности финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса. В результате были выявлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства, и по материалам прокурорских проверок было возбуждено 32 уголовных дела. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков призвал работников прокуратуры не подменять собой другие надзорные органы, а побуждать их выполнять свою работу в полном объеме. Добиваться о прекращении возможных случаев ограничения прекращения представления коммунальных услуг, а не так, как в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, когда там все лето в Тагиле не было горячей воды, отключили в половине города Екатеринбурга, и только по указанию прокуратуры области стали иски предъявлять и привлекать в Уралсевер газ предостережения, объявлять, смотрите сами, вы же сами не пользуетесь коммунальными услугами. Также в поле зрения органов прокуратуры остается правозащитная деятельность, в частности наделение льготным жильем граждан, имеющих такое право. Вот мы часто с вами говорим о правах детей-сирот на получение жилья, и как-то с вами забыли, что указ президента Российской Федерации обеспечить жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Прокурорам предъявлено 40 исков в требовании постановки на учет этих и предоставления им жилья ветеранов Великой Отечественной войны. Практически все иски удовлетворены. В прошлом году 771 ветеран улучшил свои жилищные условия, но сегодня стоит 462 ветерана, которые не получили жилье, а им 80-90 лет. Когда мы будем предъявлять иски? Когда они умрут, что ли? Поэтому давайте, я очень вас прошу активизировать эту исковую работу. Присутствовавший на коллегии заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев в целом положительно оценил работу органов прокуратуры Свердловской области, однако заострил внимание присутствующих на недостатках, а также обозначил приоритеты на наступивший год. Поверьте мне, в этом году очень сильно, резко возрастет требование по ЖКХ. И это не только мое требование, это требование будет президента. И вы почувствуете, это будет очень высокое требование не только к прокуратуре, но и ко всем правоохранительным органам, в том числе и, прежде всего, Следственный комитет, от которого президент потребовал активизации по уголовным делам, касаясь темы ЖКХ. Продолжение следует...